В Швеции стартовал главный музыкальный конкурс Старого Света, Евровидение. Популярность этого телешоу из года в год бьет рекорды. Вот и в этот раз аудитория может превысить 120 миллионов зрителей. Накануне у здания оперы в Мальме сотни поклонников тепло встречали фаворитов, среди которых представительница России Дина Гарипова, победительница проекта «Голос», уже покорившая сердца миллионов. Сегодня генеральная репетиция, а завтра первый полуфинал. Репортаж Римма Берлава. Не могу пока даже передать того, что я ощущаю. Я просто в противкушении того, что вот этот праздник, он начинается. Ни дорогого наряда от модного кутюрье, ни экстравагантной прически, ни бриллиантов. Скромность – вот главное украшение российской конкурсантки. Платье для Дины Гариповой шила ее родственница в ателье небольшого городка Зеленодольска. Современная «Золушка», победительница проекта «Голос» на Первом канале, покорившая миллионы телезрителей, наконец-то оказалась на балу. «Россия! Россия! Привет, Россия! Привет, Россия! Из Мальмо с любовью!» «12 пунктов! 12 пунктов!» Фанаты перекрикивают друг друга, пытаясь привлечь внимание звезд. Кому-то везет. Им позирует легенда 80-х Бонни Тайлер. В этом году она представляет Великобританию. Алло, Наташа! Алло, Ирина! Таня! Юрий! Жена! Причудливые узоры на костюмах конкурсантов из Латвии разглядывают сотни телекамер. Ребята решили похулиганить не только на красной ковровой дорожке. Битбокс-группа на конкурсе песни будет читать рэп. Мы хотим сказать всем, что надо поменять Евровидение. Она уже вот такая стала. Да, Евровидение стало слишком академично правильное, слишком как-то все блестящее, а мы немножко добавляем бардака своего. Жители и гости маленького городка Мальмо устроили живой коридор для артистов. На улицах города праздник. Сегодня артисты впервые выйдут на генеральную репетицию, билеты на которую уже распроданы. Сцена спортивной арены по задумке организаторов – гигантские крылья бабочки. Под потолком 200 тонн оборудования. Есть детали, разработанные для концертов Майкла Джексона и выступлений Rolling Stones. Но в центре внимания все же музыка, а не спецэффекты, поражающие зрителей. Каждый год что-то новое. В этом году конкурс более камерный. Арена намного меньше, чем, например, в Москве была в 2009 году. В России Евровидение было самым масштабным, была фантастическая сцена, потрясающая просто. В этом году конкурс намного скромнее. Букмекеры уже определили фаворитов конкурса. Первое место пророчит 20-летний датчан Кемили де Форест. Она споет лирическую балладу. Представительница Украины на втором месте. Злата Огневич на сцену выйдет в сопровождении великана, одного из самых высоких людей планеты, Игоря Вовковинского. Третьей может стать Маргарет Бергер из Норвегии. Она представит песню в жанре электропоп. Следом за ней в этом рейтинге идет россиянка Дина Гарипова. 14 мая в первом полуфинале она выступит в шестой. Кстати, в прошлом году этот номер оказался счастливым для бурановских бабушек. В Баку они заняли второе место. Сама молодая певица надеется как минимум повторить их успех. А что, если магия цифр сработает? What if? What if? Итак, еще раз повторю, что полуфиналы Евровидения пройдут 14 и 16 мая. Начало в 23 часа по московскому времени. Первый канал покажет их в прямом эфире. Согласно жеребьевке, Дина Гарипова выступит в первом полуфинале под шестым номером. А финал самого долгожданного музыкального конкурса Европы состоится 18 мая. Начало трансляции также в 23 часа на Первом канале.